Я знала про вашу школу. Вы знаете. Дополнительный вопрос. А можно ли... Есть ли вероятность того, что вы в каком линии поучаствуете? А в каком линии? А у нас там под никами обезличено. То есть человек участвует... Есть и обсуждения каких-то... А форумы будут? Некоторые из чтецов достаточно известных Присутствуют у нас на форуме. Не под своими именами. Кто-то знает, кто. То есть им даже интересно с нами общаться и высказываться. Как обычный сверкл. Потому что у нас есть несколько любителей чтецов. Вот их интересует меня и профессионалом. Есть ведущие у нас такие, которые чисто профессиональны. У нас есть такой раздел, когда у него книга своими руками. Вот самодеятельные, так называемые, чтецы. И весьма высокого уровня. Именно интересно, когда и профессиональные люди оценивают эти работы. Вообще интересное предложение. Даже есть веточка такая... Возможно, для вас может быть интересная. С провокационными темами, дискуссионными. Женщины читают лучше. Как она так называется. Есть тема. Антенны, посвященные керасиму. Равнодушные. Или срановые там. Герасимов прочитал эту тему и не пришел на такую встречу. Он сказал, мне боязно. Ну там было... Он очень окрестственный человек. Там ведь поровну. Там не то, что все на него навалились. Какой плохой, какой хороший. Он может не решился поучаствовать в том или ином... Ну так нельзя накидываться за... Видите, вот, понимаете, вы профессиональный человек. И там столько вот нюансов есть. Вот он профессионально этим занимается. Понимаете? И вот что-то такое вот капнет откуда-то. А у него настроение может испортиться. Он книжку плохо прочитает. А он же столько хорошего уже начитал. Ну так бережно надо к таким людям относиться. Я очень высоко ценю. Очень высоко. Ну, у вас, как бы, публика... Публика... Такое... Такое... Достаточно адекватное. И слова, что называется, взвешу. Не сомневаюсь. Но почему-то он не пришел. Нет, нет. Это не так. Не совсем не так. Герасимов не пришел не потому, что он где-то что-то начитался. Герасимов не пришел потому, что он просто сказал, что он не публичный человек. И он с удовольствием сейчас, в данный момент, отвечает на вопросы, которые были специально собраны. За общие знания отвечают. И они будут также выложены в интернете для общего ознакомления. Ну, вот так вот выясняется правда. Я уже слово распускаю. Пожалуйста. А вы бы хотели с ним встретиться? Очень. Да? Хотели, честно. Вот вы сейчас озвучили, я ведь то же самое расписываюсь. Я не публичный человек. Вот. Но я ему расскажу. Но я так понимаю, что если вы ему говорите навстречу, то... Я ему расскажу. Я постараюсь. Вот мы за Боровского ищем. Мы хотели бы тоже ему как-то... Ну, пригласить-то его вряд ли. Может, он удаст, может, что-то в возрасте. А вот хотя бы интервью. Приехали бы, записали вопрос, что задавали. На видео записали. Ну, все по-моему, грудь. Потому что вот мы в свое время вот с Дуровым встречались, с другими артистами вот ездили к Трухану в эту некоммерческую студию «Культура слова» на радиоспектакле. И там после вот этой записи, собственно, мы беседовали с участниками этого проекта. Я чуть-чуть сотрудничал с Труханом, как только он начинал. Сам начинал. Вот. То есть вот таким образом мы бы тоже с удовольствием. Это было все, кто так же у нас в клубе присутствует. И... Ну, я по-моему. Ну, я по-моему. Очень интересно. Иногда становится скучно, когда мы между собой. Что называется, в собственном законе. Когда приходят люди, не то, что знающие, а больше нас, живущие этим делом. Очень интересно. И мы надеемся и тем людям, кто с нами интересен. Очень. Нет, это правда. Потому что мы же потом в сторону от микрофона. И потом все. Ну, раньше говорили, а вы пленку слушаете и все. Ну, сейчас не пленка, там сейчас диск. Да. Я с вами согласна. Провал большой. Можно еще вопрос? Как вы относитесь к сокращенным книгам? Я знаю, что Логос в вас не сокращает. Нет. Плохо отношусь. Конечно, плохо отношусь. Ну, это воровство просто. Ну, как это можно? Ну, без автора взять и покрыться. Да нет. Это ужасно. Вы никогда не уносите никаких изменений. Нет такого? Потому что бывают порой и такие места, которые просто необходимы снять, потому что они… Нечитабельные. Но у вас слушатели будут абсолютно непонятны. Неужели никаких изменений вы с отгиб носитесь? Вот сейчас выкидываю. Вы сказали нечитабельные. А вот смотря… Какая… Что вы вот под этим… Ну, сложные слова. Вот есть слова, которые мы глазами читаем совершенно свободно. А вот длинные слова. Допустим, как бы длинноширение. И если оно в сочетании с подобными такими длинными словами, глаза почитаем моментально. А вот вы говорите тут… Я стараюсь. Я вам говорю, чувствуете, я стараюсь остановиться. Пусть малюсенькая пауза. И все-таки его чуть медленнее, как вот, допустим, первый раз я читала Андермайнер Штук. Вот перед этим маленькая пауза такая. Я обязана прочитать то, что написал автор. Я не имею права. Вот скажите, пожалуйста, это вот написал русскоговорящий автор. А если это переводная литература, вы можете себе позволить заменить? Не могу. Почему? Я не автор и не переводчик. Не имею права. То есть вы всегда читаете только то, что написано? Ну, конечно. Да. Я обязана… Я обязана… Он пришел такими вещами. Как говорили… Как говорили… Как говорили… Как говорили… Это языковая калибристика, когда он берет шесть систем индийской философии и начинает там ворочать эти… Готовиться надо. Из тридцати буквы слова… Готовиться надо. Готовиться. Махабхара-то была прочитана. Еще кое-что. Ну, нужно готовиться и читать то, что написал автор, не перевел переводчик. Я не имею права. У меня своя работа. Он справляется на своем этапе и на своем. Так что нет, здесь… Ну, про уман. А? Про уман. Ну, да. Извините. Вот это вот… Заборное слово… Ну, вполне можно его заменить как-то. И все поймут. Я думаю, текст… Ну, еще наоборот. Да. Так что… Ну, что, «Рояль в кустах» есть какой-то текст? Что вот, если нет вопросов, может быть, еще прочитать или… Почитайте. 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 Почитаем еще? Да. Почитайте. Мы же не читать или не слушать. Ну, я не знаю, может быть, вы утомились. Старый пристарый сеньор с огромными крыльями. На третьи сутки непрерывного дождя в доме накопилось столько убитых крабов, что Пилаю пришлось пройти по затопленному двору к морю и выкинуть их, поскольку у новорожденного ночью была температура, опасались заражения чумой. Мир был печальным, начиная со вторника. Небо и море были сотворены из чего-то одинакового, напоминающего пепел, а песок на берегу, сверкавший в марте, будто растертый в порошок свет, превратился в какое-то варево из тины и гниющих моллюсков. В полдень дневной свет был так скуден, что когда Пилаю возвращался, выбросив крабов в море, ему большого труда стоило разглядеть, как что-то шевелится и стонет в глубине двора. Пришлось подойти совсем близко, и тогда он увидел какого-то старика, упавшего ничком в непролазную грязь, который, несмотря на отчаянные усилия, не мог подняться. Мешали огромные крылья. Напуганный кошмарным видением, Пилаю бросился на поиски Элисенды, жены которой оставил больному ребенку компресс, и потащил ее в глубину двора. Оба рассматривали упавшее тело с молчаливым ужасом. Одет он был, как старьевщик. Несколько бесцветных прядей едва прикрывали лысый череп, зубов почти не было. А жалкое положение размягшего старца лишало его всякого величия. Большие петушинные крылья, грязные, сильно облезшие, навсегда увязли в тупкой грязи. Пилаю и Элисенда рассматривали его так тщательно и с таким вниманием, что вскоре оправились от изумления и даже обнаружили в нем что-то знакомое. Тогда, осмелев, они заговорили с ним, и он ответил на непонятном им языке, голосом, какой бывает у моряков. В конце концов, оставив без внимания крылья, они очень разумно заключили, что это кто-то потерпевший кораблекрушение. С какого-нибудь иностранного корабля, унесенного буря. Однако они позвали соседку, знавшую все о жизни и смерти, чтобы та взглянула на него, и ей достаточно было одного взгляда, чтобы избавить их от ошибки. «Это ангел», — сказала она им. «Я уверена». Он летел за ребенком, но бедняга так стар, что его сбило дождем. На следующий день все знали, что Пилаю держит у себя ангела воплоти крови. Вопреки утверждению мудрой соседки, что ангелы нынешних времен — это беглецы, спасшиеся после какого-то заговора на небесах, не хватало духу забить его палками. Целый вечер Пилаю осторожил его из кухни, вооружившись своей дубинкой Альгавасила. А перед тем, как лечь спать, Волоком вытащил его из грязи и запер вместе с курами в проволочном курятнике. В полночь, когда кончился дождь, Пилаю и Элисента все еще убивали крабов. Немного позже ребенок проснулся с нормальной температурой и захотел есть. Тогда на них напала великодушие. И они решили сделать ангелу плот, снабдить подслащенной водой провизии на три дня и предоставить собственной судьбе в открытом море. Но когда с первыми лучами солнца они вышли во двор, то обнаружили около курятника всех своих соседей, которые, глядя на ангела, всячески развлекались без малейшего признака набожности. Они бросали им кусочки еды сквозь отверстие проволочной сетки, будто это было не сверхъестественное существо, а какой-нибудь зверь в цирке. Еще до семи прибыл отец Гонсадо, встревоженный несуразной новостью. К этому времени появились любопытные, менее легкомысленные, чем те, что на рассвете. И стали строить самые разнообразные догадки относительно будущей судьбы пленник. Наиболее простодушные считали, что его нужно назначить Алькальдом. Другие более суровые духом предполагали, что он получит пять генеральских звезд и выиграет все войны. Некоторые фантазеры рассчитывали, что он будет сохранен на племя для выведения на земле нового вида крылатых и мудрых людей, которые возьмут на себя все тяготы вселенной. Но отец Гонсадо, до того, как стать священником, был здоровенным лесорубом. Высунувшись из-за проволочной изгороди, он с минуту повторял катехизис, а потом попросил открыть дверь, чтобы поближе рассмотреть сего достойного жалости мужа, более похожего на огромную дряхлую курицу среди сполошившихся кор. Забившись в угол, тот сушил на солнце распростертые крылья, а вокруг валялась кожура от фруктов и остатки завтраков, которые накидали ему полуношники. Чуждый всеобщему нахальству, он едва поднял глаза, похожие на глаза антиквара, и прошептал что-то на своем языке. Когда отец Гонсадо вошел в курятник и поздоровался с ним по латыни. Первый раз святого отца заподозрили в обмане, убедившись, что он не знает языка Бога и не умеет приветствовать его посланцев. Он же при ближайшем рассмотрении обнаружил в посланце слишком много человеческого. От него непереносимо несло сырость. Крылья изнутри были облеплены водорослями, а маховые перья были истреблены земными ветрами. И ничто в его жалком облике не напоминало.